всем привет меня зовут сергей андронов если с кем-то мы еще не знакомы то я работаю бренд дизайн лидом в компании money chat и это седьмой выпуск формата over the shoulder в котором нет лекции нет выступлений который мы пытаемся подсмотреть через плечо в монитор и в экраны разным интересным людям и посмотреть на их информационное пространство то есть посмотреть на информацию с их точки зрения посмотреть на нее под разными углами разными линзами через призму разных профессий и опытов и так далее и перед тем как мы перейдем к нашему гостю можете ли вы пожалуйста в чате кем 3 через плечо лодочку до в чатике поставить слышно ли меня видно ли хорошо и так далее для того чтобы мы технически все моменты утрясли сразу я вижу что в чате уже начали сыпаться предложение по поводу по поводу того чтобы на арене собрать собрать группу и делиться там собственно частном порядке всем всем найденным что кажется довольно круто так слышу что у кого-то может быть тихо здесь действительно есть такая проблема иногда что если мы делаем очень громко то начинает шуметь собственно кулер и у макбука все-таки не выдерживают и начинает греться вот поэтому если есть возможно возможность у тех кого плохо слышно чуть-чуть погромче сделать у себя я надеюсь что но обычно это помогает так но вижу что вроде бы все окей многие пишут будем считать это удовлетворительным таким результатом и к нашему сегодняшнему гостью сегодня у нас в гостях ультраклассная тани гошина который является сейчас работаем собственно дизайнером в ради маги сейчас я переключу экран вот так вот на ее портфолио если кто-то станет по каким-то причинам еще не знаком как с профессионалом да то очень рекомендую посмотреть ну как минимум танин сайт опять же ссылка на него уже есть по моему в описании внизу поэтому можете просто кликнуть и интересный момент который для себя отметил уже давно что если посмотреть в правую колонку которая показывает по сути тип работы да то есть формат какой-то в котором она была сделана то можно видеть что здесь куча всего здесь айденсики иллюстрации графический дизайн зины книжки и журналы в короче куча куча всего и ну я думаю что это дает понимание до того насколько таня разноплановый дизайнер и здесь еще замешано какое-то количество тайных интервью которые тоже очень рекомендую смотреть но для того чтобы сейчас не проходить по всем по всем работам я просто покажу классный танин инстаграм в котором собственно вы можете увидеть какие-то тизеры танинных работ которые уже классные если вы подписаны как на родимах фейсбуке или где-то то вы скорее всего их видели и эти работы микс миксуются собственно с самой замечательной таней и уже невозможно больше дальше уже что-то еще как-то оттягивать время поэтому оба таран таня в эфире уж да 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 ребят вы тоже поставьте во первых так вроде вроде все пишут что но на всякий случай если таню по каким-то причинам будет например не слышно то вы это как-то тоже отмечайте в группе и поставьте плюс пожалуйста еще тот кто станет уже как-то знакомы собственно вообще сюда подключился только ради того чтобы тайну послушать вот тань как у тебя вообще дела сейчас и мне это очень нравится потому что обычно во всех интервью которые ты уже так здорово разрекламировал портфолио я говорю что всегда есть вопрос кем вдохновляетесь и какие источники вы смотрите и я обычно умело сливаю с этого вопроса потому что я как будто бы ничего специально не смотрю и за кем специально не слежу это вопрос который говорю так на этом отвечать не будем поэтому это просил меня прийти сюда и рассказать все таки классная тема чего я очень боюсь сейчас я это и сделаю блин слушай я этого даже не знал от этого становится еще как-то более ответственно слушай но на самом деле да если хочешь можем прямо переходить к тому что ты хочешь показать рассказать опять же нет никакого формата гайдлайна и еще чего то есть мы просто готовы смотреть на информацию твоими глазами и очень-очень интересно посмотреть поскорее вас тогда можно начать у меня огромное количество ссылок до я готовилась крайне ответственно к этому разговору и собрала просто все на что я действительно смотрю я открыл свои подписки в инстаграме прошлась по ним еще раз нашла там удивительное количество людей которых я как будто никогда в жизни не видела хотя подписан на них выбрала то что действительно как-то попадает в мое поле зрения и что я вижу зачем смотрю так тут есть какие-то поля поделаны по темам но я думаю веселее будет смотреть их вообще абсолютно в случайном порядке начать с чего-нибудь вот из-за этого края например мой любимый формат случайно найденные сайты не будете просто артефактами типа обложек я помню что провела на нем кучу часов и вот долистала до какой-то определенной страницы но тут можно надолго залипнуть разрядовая буквы и как все это строится и выглядит круто-круто назад назад декабре очень хотела нарисовать обложку потому что никто меня не просил написал в инстаграме что это мое желание для деда мороза и вот в этом году нарисовался в 2 а а для кого если не секрет или собственно просто для друзей для себя или еще как-то для вики пестровой которая супер классная певица круто недавно вышла новая песня у нее звездопад с новой оплешкой кайф так вот это первая вдохновляющая ссылка наверное потом они будут существовать в виде списка но я думаю да мы как-нибудь агрегируем возможно поэтому идем дальше мне очень нравятся варианты которые максимально далеки от дизайна и выглядит просто супер странно то что как-нибудь выносит из привычной среды например тут коллекция фоток с тележками чувак очень сильно запарился и наснимал тележек и мне нравится что они еще как-то определенную сверстку тут есть геометка и какой-то текст с описанием тоже очень трогательная история блин ты мне кажется какой-то знаешь ты но это знаешь как есть я к сожалению можете в чатике написать и поправить меня собственно есть же художник который но в инстаграме очень известный который типа всякие странные штуки делает типа разбивая головой пачку макарон там или лопая шарики да как ты и так далее казалось бы ну блин что за абсурд а вот почему-то действительно такие штуки кажется очень притягательными что ли ты такой клиент хочется сделать что-то тоже такое же да понимаю чем речь какой-то на те отписался почти от всех дизайнеров инстаграм потому что они все делали очень одинаково видишь картинку которая похожа на другую картинку а вот такой мало кто делает хоть мало кто фоткает тележки с таким упоением так дальше пусть будет что-то очевидное например академия ритвельда тоже то на что я смотрю в какой-то степени и их сайт наверное тоже вообще на все что у них происходит вот на такой веб с тенями очень очень простой при этом клево не знаю что здесь можно еще добавить просто когда у меня начинается новый проект или я не могу придумать что чтобы здесь сделать я захожу на ритвельта у них все время как будто сайт меняется но они его постоянно переверстывают удивительным образом последний раз я заходил и там не было этих видосов огромных на всю ширину с такой тенью слушай а вот кстати интересно ты ну то есть ты собственно в таких штуках находишь для себя ну сейчас совсем пошло будет ну типа вдохновение но я имею ввиду что ты воспринимаешь как референсы но не там прямолинейные как не знаю как на пинтересте да а как ну такие условно абстрактные которые могут себе какую-то ну типа совсем такую общую метафору помочь найти или ты просто ими как-то вот просто они в тебя какую-то энергию положительную не при без привязки к проекту ну как бы зажигают и ты это используешь или или как для тебя вообще такие штуки работают то есть вот ты заходишь на них смотришь и как бы просто вдохновляешься или как-то типа пытаешься в практическое русло применить так я думаю это работает так что я в принципе верю академию бритвельда и думаю так вот эти ребята и дела идут хорошо по жизни и делаю значит они тоже красиво и как будто это аксиомами надо тут сомневаться и думать так это хорошо сделано или не очень захожу и такая вот у них точно все классно сделай сейчас он вас отдохнет понял супер я это пыталась как-то повторить или перенять скорее просто как такой учебник куда-то зашел посмотрел и думаю что вот тут все хорошо понял так пусть будет что-нибудь еще вот такое все-таки немножко дизайнер есть в моем инстаграме это рома который делает картинку каждый день и наверное это меня поражает больше всего в том то что можно делать картинку каждый день абсолютно новую и не похожее на предыдущие да 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 роми привет большущий если вдруг вам каким-то образом чате сейчас то в общем дай знать да вот сегодня смотрела на эту и думала круто это мог бы быть сайт например помню двигаюсь дальше еще из странных коллекций ссылка логотип холодильников а блин круто обожаю такие как это музеи артефактов что ли которые в цифровом формате но физические артефакты собирают да вот еще можно делать вот так что особенно мне нравится все потрогать по изучать эти все буквы формы и разновидности холодильников тоже такая вещь обычно никогда не занимаешься наверное ничего нельзя сказать если хочется где-нибудь залипнуть вот прекрасный сайт так в этой группе архивов есть еще вот такая вещь потому что последнее время мне очень хочется перейти из картинки в звук или как-нибудь связать по этих понятия картинку со звуком наверное поэтому год назад я хотела делать обложку в этом году я уже думаю надо загадать желание написать альбом например такой сайт где russian pop все понятно в принципе собраны разные клипы а вот здесь можно выбрать какой-нибудь совсем адский год и попасть там 1981 посмотреть что было тогда или там девяносто пятый тоже так машина времени из необычных штук которые я коррекционирую большом количестве есть еще вот такое например экстрамагантный маникюрный салон и отсюда же можно перейти на страничку кассины которые тоже я очень часто смотрю за всем что она делает многоточками например и просто за фотками какими-то визуальными приколами которые здесь происходят круто-круто слушая подожди аж это катя ты сказала это катя молчанова мы учились вместе в школе дизайна на разных курсах она была на курс старше я помню что тогда когда я училась на первом курсе мы с подружкой ходили на все их выставки и смотрели на то что не делают блин очень круто да вот потом катя стала делать вот такие вот смешные штуки очень веселые необычные на стыке тела и каких-то объектов природных все это очень хорошо стоит в одну линию с тележками мне кажется сейчас хотя я не задумываю этого самого начала видимо все что есть на списке нового т.п еще из ребят на которых я смотрю есть а он был у нас да это ясно вот так вы возможно это тогда можно и показывать надо что я смотрю на эти штуки и некоторые из них сделаны так как я бы сама никогда в жизни не придумал поэтому мне очень нравится что-то вот такое смотрю на это было вообще придумать лягушку ее траектория прыжка и вот эти кувшинки которые в то же время какие-то чарты безумие мне очень нравится то что не похоже на то что я делаю абсолютно какой-то другой логике строится поэтому интересно смотреть что здесь получается да и если вдруг кто не видел выпуск со стасом по моему по моему по моему да в описании есть ссылка на старый выпуск со стасом тоже вообще много всего клевого классного так еще смотрю на то что делает серёжа рис он программист на стрелке и записывает видосы про то как научиться программировать мне они очень нравятся и я пыталась даже научиться ходить в какой-то момент но помню что это оказалось очень сложно и на каком-то видосе я уснула просто на середине потому что мой мозг отказался воспринимать то что происходит на экране я все не теряю надежды вернуться вот в это все и попытаться еще раз познать суть кода также все же есть телеграм-канал тоже на эту же тему опасный был сейчас открытым telegram и еще у серёжа есть много про музыку тоже периодически смотрю что послушать круто серёжа все еще на стрелке да работает то есть я так понимаю чтобы с ним вместе работали как раз когда ты на стрелке работала и он еще там нет мы вместе не работаем на стрелке потому что я рисовала картинки для бара просто как приглашенный я понял а я да я думал что ты там прям прям работала так что это не работа если кого-то взял так еще вот такая ссылка она идет в паре с вот этой ссылкой это академия фокшуле высшая школа графики и книжного искусства в лейпциге лейпциг вообще супер город если когда-нибудь снова можно будет туда отправиться очень хотелось бы снова там оказаться это академия с очень модным сайтом и очень старым таким зданием просто как какой-то мне показалось когда я там была поэтому меня удивил такой модный сайт у них вот и у одной из групп этой академии есть свой instagram аккаунт где они рассказывают всякие истории про диван который стоит у них в аудитории выглядит это вот так и мне кажется это это идеальный такой рабочий процесс вот это кстати фотка из коридоров так нам первая фотография где они нашли его где-то на улице и несут и потом вот сюда начинается вся история связанная с диваном и над ним меняются постеры диван неизменен что-то типа сериал друзья класс слушай а ты ты говоришь ты там была просто типа посмотреть внешне как здание выглядит или зайти посмотреть ну какие-то не знаю там типа поучиться там какой-то курс послушать или еще что-то я была в лейпциге на были летние каникулы но да я присматривалась конечно к тому что можно поехать куда-то туда и там поучиться и вот этот списке каких-то выбранных но и мест слушай я сейчас я я смотрю мы так примерно типа одну треть ссылок мне кажется там под разобрали и да ладно давай тогда еще посмотрим чуть-чуть так еще могу показать там вот эти три например и можно будет вопрос внедрить в этот разговор давай попробуем так вот такая ссылка есть это студия за которой я наблюдаю вообще мне очень нравится какими-то своими простыми визуальными решениями и когда я заканчиваю четвертый курс сидела прямо на дипломном просмотре думала так ну а вот что же дальше и просто как обычно у меня был собой ноутбука я сидела ждала свою очередь и параллельно писала вот этим ребятам письмо чтобы они взяли меня на стажировку в мадрид потому что они искали стажеры и они меня взяли но потом оказалось что платят за это они довольно мало нас я думаю если это хотя бы покроет мне какой-то расход на жизнь в мадриде то можно уже стартовать но это вообще ни разу не покрывало моих расходов там поэтому я не поехала но все еще смотрю на них и думаю классные приколы у них происходят какие-то очень простые и смелые штуки студия кельн какая она не самая известная конечно но очень хорошая мне кажется слушай а кстати вот как вообще ну то есть как как-то для себя раскапываешь какую-то вот типа новую студию информацию и так далее то есть не знаю там используешь просто на людей на каких-то подписано которые ну как-то копают либо там на арене что-то сама ищешь либо просто через не знаю фестиваль и отсматриваешь кто что где отметился или как как вообще для тебя это работает так на фестивале точно не осматриваю вообще как-то я сразу отметаю вот эту вот историю с тем что она а вот смотреть то что делает скорее захожу это на так вот эти ребята мне нравятся кого они полы поехали посмотрим все а вот этих ребят я нашла все очень смешно я пришла беседы такое условно называть собеседование скрытого дружеский разговор когда начинал рисовать для стрелки картинки и до меня их рисовал данина ирмолаева и она пишет мне в какой-то момент приходить теперь возможно это будет делать ты нам нужно поговорить для начала я прихожу на встречу а данистик в очень красивом пиджаке я думаю боже где жена его взяла но спросить конечно я постеснялась я думаю так это явно не масс-маркет скорее всего конец шоурумы которая подписана в инстаграме ну и я прочекала все ее подписки в инстаграме и нашла вот этих ребят так это и получилось так что путь абсолютно случайный и рандомный каждый раз непредсказуемо все так если честно не помню что это за ссылка а просто очень модные красивые картинки от которых я почему-то не отписалась но видимо потому что они не так сильно похожи на все остальное какой-то степени сейчас смотрю думаю может и похоже в общем довольно сомнительная ссылка которая выбрала но вот эти ребята например них я уверена больше это каждый раз боюсь читать эти названия понятно что это курсы типа графики где-то в голландии и и вот тут какие-то уже более понятные мне вещи происходят такие с визуальные метафоры битого стекла которая как-то красиво впадает еще мне нравится что-то одной толщины штрихи в буквах и вот в этих вот битых штуках это очень важно обычно я супер запариваюсь на такие моменты ну и вот такое я очень люблю там только у меня фотка с грузовиком тоже что-то странное выглядящее очень смешное так я показала две ссылки 3 которые обещала так что можно время вопросов тут на самом деле есть пару вопросов из чата но они кажутся довольно быстрыми даже на один вопрос я так понимаю спрашивают ты же ли это делала альбом родимак альбом для андрея ли мы делали его вместе со стасом стас его начал делать какой-то момент позвал меня и там есть там подписано то что делал стас то что делала я был такой эксперимент вот они стас и андрея ли придумали сделать такой веб формат альбома который вот в итоге мы и делали класс вот это быстрый быстрый ответ блиц вопрос блиц ответ слушай но есть более долгий вопрос предполагающий более долгий ответ раз уж мы за тронули тему вот этих фестивалей фестивальных сайтах и так далее вот сейчас кажется что но для меня это отдельная такая боль потому что сейчас кажется что в фестивальные все сайты стали вообще какой-то с вещью в себе которая ну вообще сложно понять что тебя хотят что тебе показывают зачем все это сделано и я просто сам для себя замечаю что теперь захожу чтобы посмотреть какую-то оценку поставить но в итоге я просто типа через пять секунд закрываю потому что я не понимаю что вообще происходит и это очень диссонируется например там ваша подборка сейчас лучших проектов за год которые на димаги до сделано которое кажется просто ну как какой-то такой отдушный в этом плане и ну кажется что таким образцом короче говоря правильного веба ну на текущий там и возможно чуть дальше там будущий какой-то момент вот кажется что ради ману ребятам которые условно там вашу подборку попали я конечно наверняка там куча еще других которые делают не только на ради маги а просто там сами что-то программирует и так далее но кажется что ребята там не переходит какую-то грань вот совсем уж абстракции версус понятности да при этом все это все равно базируется на каких-то довольно фундаментальных что ли принципах там графического дизайна поэтому все как-то все смотрится слаженным и и так далее идея при этом как бы остается все равно прозрачный понятно без всякого вот этого обвеса не совсем нужными возможно всегда какими-то дополнительными штуками вот у тебя вообще какие мысли есть ли у тебя какие-то мысли на этот счет и возможно вот что ты думаешь по поводу вообще будущего развития веба интересно тебе думать про это или ты думаешь само все как-нибудь соберется и не нужно об этом думать так прямо тут как-то много тем которые можно рассказать наверное начну с последней про то что да есть простой веб который куда-то растет такой вот четкий и экономный а есть сложный веб но они живут параллельно и кто-то делает сложно это делать просто и не думаю что кто-то перетянет на себя в конце все внимание но я понимаю вот эту штуку про фестивальные сайты с которых в которых вообще сложно разобраться найти то что тебе нужно и есть редиман где все супер просто но это такой вопрос скорее какого-то может уважительного отношения к тому кто попадает на сайт и цели этого сайта и это экономия времени человека который должен быстро понять что ему нужно открыт сайт портфолио тут все тупо как таблица ну тут конечно две предыстории есть это просто потому что это просто понятно тут есть год название что это и для кого это и формат легко разобраться а вторая история была в том что я подумал в какой-то момент я распечатаю это и пойду подаваться на визу ООО1 в Америку и но еще если вернуться к редимегу то почему все такое простое потому что это сделано с помощью одного инструмента который такой как карандаш помощью карандаша нельзя нарисовать там моно лизу такой какая она есть у него есть ограничения им такую сложную вещь нельзя нарисовать и можно только делать простые относительно штуки и это ограничение заставляет иногда как-то по хитрому думать всякие приколы находить вот в этих же например проектах года которые тут выбрали тут все тоже просто сделано есть какая-то интерактивная часть но дальше вот текст который спокойно стоит никуда не пропадает не бегает от читателя и дальше все довольно четко все проекты они тоже такие все они похожи друг на друга но в принципе если понимать как работает радимег понятно почему они так сделаны то что сам радимег работает как иллюстратор наверное даже больше дизайн дизайн как штука для графического дизайнера где есть колонки вот эта сетка шрифты и наверное фестивальные сайты появляются когда есть код и с помощью него как будто можно сделать все что угодно можно целый космос придумать и впихнуть все разом и все это заработает а тут такое не всегда можно сделать можно как-то придумать какие-то штуки вставленные кодом например как вот тут вот это происходит сейчас но тоже есть ограничения которые держат все это в определенных рамках вот четкий понятный текст например и у него минимальное минимальное количество приколов на него навечно так это разговор с понятным и рестивальными сайтами да 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 слушай но да сейчас сейчас на самом деле интересно что действительно родимаг который будто бы с одной стороны ну короче говоря с одной стороны ограничивает функционал но при этом дает большое количество того что действительно нужно для работы но будто позволяет но дисциплинирует позволяет и вернее заставляет думать в контексте именно интересных более глубоких что ли решений они поверхностно как типа блин окей давай есть плашка давай ее в 3d повесим чтобы она была типа реагировала на движение курсора поворачивалась тогда и ты такой так окей это этой возможности нет давайте подумаем как по-другому сделать классный красивый это интересно да ладно слушай тогда можем наверно двигаться двигаться дальше интересно было узнать мнение твое по такого по сути будто это не ограничение какой-то гайденс такой типа тебя правильно сторону как будто направлять вот есть дофига инструментов которыми ты можешь это сделать но типа не борщи вот ладно давай просто смотреть дальше а то я что-то разговариваться дальше смотреть сейчас это откроется сразу после моего портфолио будет видно откуда я всё вперёд да слушай вот про простоту секунду пока пока еще вот мы не совсем в новый этап вошли ребят если у вас есть вопросы какие-то ктане то то задавайте в текстовом формате в чатике я буду то не озвучивать и мы будем ну короче то не будет на них как-то там находить какой-то ответ и кажется что ну в общем то не можно поспрашивать узнавать много всего интересного и и если вам нравится конечно же то ставьте ставьте лайк если не нравится не ставьте лайк но как бы короче проявляйте любовь это всегда очень приятно и дает энергию я думаю это не будет потом интересно посмотреть еще там кто писал в инстаграме да да вообще это и и видимо теперь нужно пройтись по всем твоим подпискам да там я пытаюсь их держать в рамках разумного ребята только самое лучшее вот это сайт эксперимента уже тоже такие ребята которым я захожу как-то и точно знаю что здесь все четко сделано вообще идеально без вопросов и в этом можно не сомневаться даже вот не знаю что из этого можно показать просто что-нибудь что-то такое или дальше так мне нравится что у них некоторых проектах нет картинка есть только текст где они или две картинки куча текста где они объясняют свои решения потому что там обычно надо именно читать и тогда будет понятно почему вот это сделано так и оказывается там за этой строчкой скрывается целая история в общем можно как роман это изучать или вот здесь например классный подход мне кажется когда дизайнеры думают о смыслах очень много и вот за это мне нравились всякие европейские институты где в конце обучения дизайнер сдаёт какой-то текст такую книжечку прям мощный с текстом и в которой пара картинок вообще в конце где-то прикреплена потому что там где я училась мы сдавали просто картинки огромное количество картинок чем больше тем лучше и кто особо не парился что там заснуться внутри нравится мне такое философское размышление о буквах и цифрах так но смотреть на всякие странные картинки тоже нравится есть например вот такой художник наверное даже больше который работает с кодом и с помощью кода делает всякие странные вещи когда я на него подписалась это было довольно давно я думаю пять назад может даже больше там первый эксперимент у него были просто со светом но вот сейчас смотрю и все сильно обслужнилось и вообще дико представляешь что это все сделано с помощью там нулей единицы или я не знаю из чего чем эти ребята программисты оперируют в своих штуках в общем такая штука которая максимально мне непонятно как вообще можно ее придумать и захотеть ее сделать но смотреть на это со стороны красиво ну это тоже что-то ближе к тому что я могла бы понять наверное буквы тут есть буквы иногда кажется что из такой картинки можно было бы целую айдентику изобрести просто из самого типа движения которое здесь происходит очень вдохновляющая такая история только что заметила что прошло уже почти 40 минут офигеть да 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 время всегда быстро идет вот это тоже такой архив странных фотографий я думаю все любят делать такие штуки снимать странные вывески там надписи вот тут они собраны в большом количестве в одном месте для тех кто скучает по путешествиям по европе и по съемке странных загадочных объектов на улице вот пожалуйста есть такое место вот здесь уже больше про про какой-то дизайн и печатные вещи но принцип примерно тот же самый найденные случайные объекты печатных вещах я например не знала что вот такое может быть обозначение у цветов очень подозрительная какая-то здесь есть система абсолютно мне непонятная но ужасно симпатичная графически так на этом моменте я вообще ничего думать о том что может быть я могу рассказывать и про свои картинки если есть такой запрос может быть или я начну про них попозже рассказывать но вот еще немножко ребят на которых я смотрю это иногда бывают иллюстрации потому что начинала я с того что рисовала иллюстрации и больше даже вот этим литературным подходом руководствовалась во всем поэтому мне было сложно в какой-то момент в дизайн переучиваться потому что там нельзя рисовать такие вот сложные литературные какие-то истории нужно сильно проще думать и с помощью буквы изображать что-то а не с помощью человечков и фигурок вот но все еще смотрю на то что делают иллюстраторы разные в самых разных стилях вот это мне очень нравится супер просто и при этом в этом есть какая-то визуальная каждый раз похожая история вот такие пластиковые немножко штучки вот эта картинка вообще конечно моя самая любимая класс так вот этих ребят наверно покажу двое это испанские ребята вот как раз тот момент когда я приглядывалась к студии в Мадриде я поехала туда просто так посмотреть что вообще в этом городе происходит и там познакомилась с Сильвией и Алексом и они занимаются чем-то на стыке фотографии искусство как будто это и дизайн и не дизайн и мне очень нравится вот этот подход такой вид дизайна который включает в себя все и фотографию и объекты книжки вот эта вот например штука мне очень нравится что-то они делают такое не классическое они просто как бы буквы печатают на белом формате а иногда там дырки вырезают фотки какие-то клеят бумажки на футболках печатают делают странные съемки вот так все это работает за ними очень нравится наблюдать так ну тут все дело максимально ускоряется есть какие-то очевидные титаны наверное которых уже все более-менее знают я пыталась избегать таких в том что я выбрала но они все равно прокрались сюда и это например инес кокс которая всякие такие вещи интерфейсные используют в своих работах вот такие например была у нее на воркшопе в стрелке и это было что-то невероятное вообще супер вдохновляющий разговор про то как случайные скриншоты из фотошопа могут стать целой историей вот я думаю тут в принципе видно это любовь к какому-то такому языку экрана вот здесь например или вот здесь специально побитые пиксельные кружочек можно кучу времени все это изучать еще нравится то что делает лариса каспер так но это у них студия на двоих насколько я помню да они из швейцарии лариса каспер и розарио флорио вот это космическое имя они делают тоже всякие очень мощные клевые сделанные детали вещи обложки книжки вот это невозможно найти какой-нибудь ошибки все идеально четко ровно подписи картинка сетка в общем это кажется мне невероятно сложным чем-то но очень круто сделать даже весь сайт так у них по-доброму общают просто с какой-то из-за ее любви к цветам наверное каким-то странным вещам за ней тоже смотрю ну и вот такое мне бы очень хотелось сделать конечно по-дурацки стены покрасить где-нибудь и здесь наверное даже больше про объекты такие вот не про не про дизайн а про выход из плоскости во что-то другое так следующая штука про книжки вот у меня было целых две ссылки про книжки и вот это ребята из эстонии которые открыли в своем гараже книжный магазин и сами они дизайнеры тоже там печатают и делают свои книжки ну и видимо продают еще и чужие вот очень люблю книжки сохранилась во мне такая любовь институтских времен с курса проектирования печатных изданий это называлось очень серьезным таким названием там где мы делали зины и всякие книжечки слушай а вот сейчас как раз зашел раз уже зашел разговор в плоскость книг немножко не про дизайн но вопрос есть из чатика по поводу людям интересно узнать что какие у тебя вообще предпочтения касаемо именно художественной литературы то есть что ну давай дословно прочитаем что сильнее всего повлияло когда-то или влияет сейчас какие произведения хотелось бы прочитать как тебе такой вопрос вот такой вопрос я даже подготовилась к ответу смотрите у меня есть книжки специально для этой цели но я наверно перечислил отсюда что там режим так это например рубинштейн книжка называется большая картотека очень рекомендую это просто собрание каких-то случайных коротких фразочек я могу сделать вот так вот чтобы всем было понятно о чем идет речь так выглядит она вот так и например содержание этой книжки вот она вся состоит из таких фраз типа готовы ли мы к совместным к совместным переживаниям и вот страницы наполненные вот в таком вот порядке очень такие случайные подслушанные автором где-то фразы выключены из контекста и насколько я знаю Рубинштейн писал их печатал на библиотечных карточках когда работал в библиотеке и просто складывал даже в общую картотеку и по-моему они до сих пор в какой-то какой-то библиотеке все хранятся не очень уже помню но он точно об этом рассказывал когда я приходила на лекцию и сидела там с горящими глазами в первом ряду потому что меня очень гипотизируют вообще слова и то как они работают особенно в таких вот коротких выражениях и каждое слово приобретает большой вес ну собственно так это все работает и в дизайне мне кажется когда мало каких-то визуальных приколов каждый из них приобретает большой вес так вот это а вторая большая книжка которая есть в моей стопке это стихи в первый раз первый раз я о них узнала когда посмотрела фильм по-моему это была Ханна и ее сестры Куди Аллена где в какой-то из сцен главный герой читает стихотворение Каммингса и у него довольно смешные стихи с точки зрения того как они написаны так пусть будет нет сложная схема в попытке найти что-нибудь но в общем они все написаны маленькими буквами и в некоторых местах там где есть знаки препятания нет пробелов потому что у автора есть такая тема что это должно быть про близость и вот значит и между словами должна быть близость если есть запятая то там нет пробела если стопочка то нет тоже пробела и в некоторых стихах он например переносит слово посередине вот так просто без всяких знаков там оно сносится три отступа три строки отступ вниз дальше все продолжается в таком хаосе оно написано и графически выглядит смешно как картинка можно найти что-нибудь прямо покруче но возможно надо закопаться чтобы это обнаружить так что очень рекомендую это по изучать вот такое например есть видно уже что здесь происходит что-то странное со словами так но а из того что я действительно читаю не просто смотрю красивые слова как они выглядят так я читаю журналы из либо бумага например мне нравится итальянский журнал мус тоже вынесло это факт из эпохи своего обучения дужки вот так он пишется и прикол этого журнала в том что там очень красиво собрана реклама она всегда между собой сочетается там левый разворот рекламный с правым разворотом и она не выглядит как классическая реклама которую хочется пролистнуть она такая прямо как отдельный раздел который ты смотришь думаешь красивые картинки здесь собраны также она разумно подобрана друг другу и не просто там такая чуваки нам заплатили мы поставили а все очень собрано вместе это журнал про искусство так может быть про что-нибудь еще но по-моему в основном там интервью с художниками визуальная культура так это из того что я читаю еще читаю книжки издательства от марганил очень их люблю у меня есть почти все но последнее время я вот на черной пятнице сдерживалась например и ничего не купила потому что еще не зачитала предыдущие хотя мне уже очень хочется так вот оливию лэнг например взять блин что ты я просто сейчас понимаю что я прям уже процентов мне кажется девяносто вот из всего что ты сказала для себя процентов девяносто это для меня новые интересные какой-то информации и блин это 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 же там еще у нас осталось что-то это фантастика осталось блин я не знаю так слушай ну тебя там да благодарят уже уже благодарят за рубинштейна давай наверное сейчас тогда вернемся к ссылочкам может и потом будем короче между вопросами и ссылками переключаться чтобы какую-то эту темпоритмику в общем держать так ну поехали ссылочки вот это какое-то французское издательство уже я не помню как я его нашла но я купила у них одну классную книжку и целиком потому что есть еще она какую-нибудь но мне здесь нравится еще и сам сайт потому что вся идентика сайта она строится вот на этих глазах и вот например у них тут в ссылке тоже типа глаза нарисованы с помощью скобочек и кружочков букв О если перемещаться между разделами глаза меняются такая типа динамичная айдентика логотип придумали вот так ну и здесь конечно всякие разные книжки можно в них все потыкать и там что-нибудь нестандартное найти я например купила книжку про какую-то итальянскую группировку которая оставляла на улицах Рима всякие символы а потом какая-то группа активистов запарилась они все эти символы отфоткали и отсортировали вот в книжку так уже не помню если честно как она называлась но это главная стоимость исследования такое изучение города какой-то невестной банды никому так ну и вот такое тут можно найти не то что обычно встречается во всех музеях типа приходишь степлик или там в парижский музей или в нью-йорке там примерно один и тот же набор книжек а вот тут есть то чего нигде больше нет что-нибудь такое максимально странные странные темы но при этом тоже красиво сделанные про неизвестных персонажей так вот эти ребята печатают на аризографе вообще меня очень интригует тема аризографа потому что как будто это такой супер простой инструмент но с помощью него можно делать всякие клевые ингредиентные штуки если достаточно сильно запариться и вот я думаю если однажды я снова начну печатать зимы то это будет что-нибудь типа этого поэтому одним глазом слежу за этими ребятами смотрю как они печатают клевые вещи чтобы может быть однажды тоже что-нибудь такое придумать вот особенно красиво у них вот эти последние штуки так еще из студий есть его циане из киева ребята думаю про них должны все так я знать может быть мне у них нравится просто их дерзкие выходки вот это например просто безумно супер класс мечтаю чтобы так можно было реально делать прийти и сказать встречи заказчиком ну мы напечатаем такие плакаты и забомбим их посреди улицы поставим картонные штуки огромного размера огромного размера или вот так ну или или вот так сделаем просто грандиозно и подождем еще сверху ну чтобы чтобы было окончательно красиво очень очень хочется чтобы такого было больше вообще чтобы все вышли уже из баннерных форматов перестали их в рамки вписывать и просто на улице вот так оставляли так тут кстати смешная группа в этом углу это про про фэшн наверное что то такое не очень много ссылок но мне нравится что можно смотреть и на одежду тоже как на какой-то клевый дизайн объект и размышлять почему это сделано так а это сделано не так но вот на этот инстаграм аккаунт я подписалась из-за вот этих смешных разворотов газеты с таким не очень понятным текстом но просто он веселый непонятно для чего он смешной такой сам по себе существует и мне кажется он даже немножко в рифме как одно из средств визуальной коммуникации фэшн брендов это по-моему вообще роскошно хотелось бы делать такие развороты плакаты к таким майкам с кривыми вырезами так что здесь есть еще layers коллектив конечно же куда же без этих ребят очень люблю смотреть за их визуальными находками и каждый раз тоже что-то новенькое мне нравится что это всегда переносится в физический мир и становится каким-то объектом элементом одежды что вот наконец-то можно печатать на себе все что захочется какие-то дико модные вещи они ограничиваются тем что там юникло есть да если что это не реклама это просто так сошлось это чисто совпадение но layers клевые да тут спора нет да такие бесконечные эксперименты и то как это подается тоже круто выглядит так еще мне нравится то что делает Ксения Шнайдер особенно их рекламные видосы как это вообще сами объекты одежды соотносятся с тем какой вокруг них графический рассказ вот такой вот например или там не знаю вот такое вот это вообще космос кстати было уже похоже сегодня строчка что-то тоже что нельзя как будто логикой придумать нужно немножко иметь такую художественную штуку в себе чтобы сложить такую картинку так ну и вот такая штука где у моделей сменялись лица прямо во время показа не знаю насколько здесь это видно надеюсь что видно но по-моему есть полное видео да на ютубе и можно там посмотреть полную версию но фишка в том что у моделей как будто инстаграмные маски и сменяется лицо и там просто неузнаваемый человек так и конечно мое самое любимое это марджелло все что делает марджелло это просто какой-то невероятно удачный симбиоз фэшн и вот задумалась как это правильно назвать наверное это не совсем про графический дизайн но что-то такое она переходящая в искусство вообще во все и форма и то как выглядят вот эти штуки и то какие ролики они снимают под какую музыку и все кажется очень удачно собранным хочется вот так вот ходить не знаю как вам у меня лично да каждый день выходил и в таком халате такс остается кстати не так уж и много в этой куче всего так уж и много ссылок там там на самом деле уже насыпали вопросов за что спасибо вильзебулу в общем как бы тебя не звали если твое настоящее имя то в общем спасибо я не знаю ну слушай мы можем еще поговорить проговорить про вот тему разнообразия что ли в работе и отсутствие ограничений в плане приписано себя какой-то определенной категории там дизайнер чего-то потому что ну кажется что вот прям сейчас смотря на твой сайт на правую колонку да можно увидеть что ну ты позанималась кучей кучей всего в разных опять же в общем в разных ну короче в разных форматах да и везде у тебя круто это получается и ты не пытаешься как ну сейчас все-таки многие себя приписывают какой-то определенной там категории вот как вообще так получилось что ты так свободно себя чувствуешь везде и принципе очень классно что не хочешь приписывать себя какой-то определенной категории и как может быть другим подсказать тоже не приписывать себя не вписывать себя в какую-то категорию что это на самом деле типа не всегда мега выгодно называться там именно продуктовым например дизайнером или каким-то еще дизайнером или иллюстратором а круто когда ты можешь менять маски или или как-то очень иметь масок самое лучшее наверное в этом случае мораль но наверное это началось когда я училась и у меня было направление мультимедиа дизайн какое самое непонятное загадочное управление где мы делали просто все подряд и видео мэппинг и игры и стали книжки и видосы рисовали прямо я помню что у меня где-то есть мультик нарисованный если погуглить мое имя то сложно найти там много удивительных вещей за которые что уж тут поделать которых нет в портфолио потому что я прячу их не все похоронены так ну вот тут да действительно все разные начинается каких-то иллюстрации которая делала пока училась еще фотошоп где-то я рисовала вот таких ребят например могла сделать и это больше графический дизайн начали вот это например проект который мы делали на курсе у аня кулачок вот такая штука он попал в китайскую книжку которая называется грубый дизайн прав дизайн когда мне пришло письмо я даже не знала мне оскорбиться или обрадоваться что я попадаю в эту прекрасную подборку в общем вот где-то он даже оказался опубликован потом были вот это тоже проекты которые делала в институте например зим со стихами которые написаны с помощью робота яндекса автопоэта он автоматически из запросов пользователей складывает стихи документы на визу в юар как наносится принт на товары дочь селены гомес афоризм и пролез страховая компания да вот и мне классно это просто шедевр какой-то нужно срочно напечатать архив этих стихов и у меня были такие зимы напечатанные на рисунок даже сейчас они у меня еще остались каком-то количестве тут же книжка про калькуляторы радиации излучения такие круглые штуки которыми пользовались полвека назад когда эта тема была особенно актуальна и мне нравилось просто то как они визуально выглядят такие линейки которые идеально вписываются в квадраты из этого получается книжка тут описание наоборот инструкция и инфографика так что надо покрутить чтобы все сложилось и что посчиталось так потом тут есть еще титры и и какие-то штуки из экстравагантного которое дело для группы типа такого и соглашалась на все форматы просто еще вообще далеко не все сохранилось но мне было очень важно попробовать и понять как работают разные штуки вообще например что значит делать газету или что значит постер огромный печатать такие двухметровые плакаты на фасаде здания а вот это газета и тут же какие-то гифки потому что невозможно вообще понять как что-то работает нравится или не нравится пока не попробуешь но когда я попробую уже кучу всего выяснилось что в принципе везде одна и та же логика и в сайтах и в каких-то картинках и видосах и вообще во всем и в книжке везде есть какой-то сценарий куда человек смотрит первую часть вторую все такое нужно думать о том где это окажется кто на это будет смотреть какой ситуации сценарий взаимодействия с этим объектом важно что это вообще такое вот и всегда каждый раз такой чип-лист проходишь своей голове неважно к чему он применяется к какому-то видео с титрами или к книжке с текстами или к картинке для стрелки например вот такой ответ наверно класс блин очень клевую фразу ты сказала про то что ну типа хочется узнать что значит делать типа что-то вот кажется это очень какая-то правильная мысль которую хотелось бы чтобы тем кто нас смотрит может быть вот отложилась она где-то где-то там в кладовке у себя в голове там слушай ну круто давай давай наверное я бы предложил тогда таким образом поступить я бы наверное попробовал бы досмотреть ресурсы которые у тебя еще есть да в подборке а потом уже мы бы наверно вернулись к вопросам из чата и их там достаточно вроде какое-то да нормальное количество можно поздавать вот как смотришь на это класс еще смотрю на всяких художников которые тоже делают дерзкие вещи объекты и кидают краску на холст в разных комбинациях и пытаюсь время разгадать мне очень нравится что можно смотреть на какие-то объекты искусства или стоять в музее пытаться их разгадать со своими дизайн-подходами которые уже вшиты как будто в меня и в этом процессе попытки отгадать новую загадку рождается какое-нибудь новое решение которое потом можно куда-нибудь применять досмотришь на вот такие вот штучки пытаешься просто понять их и принять хотя конечно мне гораздо понятнее буквы черные на белом желательно так или вот такое еще же тоже художник делает абсолютно невероятные штуки вот такие холсты и пишет и смешно каждый раз фоткает такую штуку подвешивает и снимать так есть подозрение что лучше смотреть на них на фейсбуке там их точно было больше жени вообще познакомились когда я попросила поснимать его он был фотографом начале и фотографировал людей в странных ситуациях всяких каких-нибудь помню что он попросил меня полежать на беговой дорожке на стадионе для фотографии вот с этого вся история и мечевать а потом он стал художником с невероятными полотнами вот такие вот тоже смотрю и изучаю это с точки зрения цвета еще такая цветовая штучка смешная прикреплена вот это скан для файл на печать отправляется вот так выглядит очень серьезными подписями каждый раз как у настоящих художников так еще есть парочка иллюстраторов это владик шуба он рисует вот такое непонятных персонажей с синими лицами не человеческих цветов иногда по-моему у него есть комикс и точно есть дин который выходил может пару лет назад но вот такие простые смешные истории просто владик еще сам по себе супер человек познакомились никогда сидели на зенхесте рядом вот я с ними автопоэт а он с такими картинками очень веселились продолжаю смотреть что он делает ну и у на моралис еще мне очень нравится тут уже просто потому как это выглядит вообще такие истории какое-то невероятное ощущение от всех этих визуальных образов складываются где-то есть формате и дефек можно выискать но вообще думаю и так уже понятно что это за истории некоторые из них тоже существует как комикс формате рассказа из кучи картинок но это же надо тут поискать точно есть каталог вот этот выставки вот это вообще класс очень красиво так и остается еще две ссылки 3 вот этот дизайнер который рисует шрифты например а идеологи которым я пользовалась когда делала обложки для стрелки и я помню что он даже прислал мне свою кириллическую версию еще не до конца доделанную но даже русские буквы у этого шрифта есть тут в принципе больше не на что посмотреть потому что это супер личный аккаунт знаю что он делает буквы и они классные поэтому все время я слежу не появился там чего-нибудь новенького так и последние две ссылки это фотографии например мая у которой тоже я когда-то давно фоткалась года три назад или четыре а потом она стала суперзвездой и снимала вот для марка джейкобса на своей кровати по серии фотографий вот это тоже из той же серии и вот это помню что когда первый раз мы с ней встретились она еще заканчивала 11 класс и да рассказывала мне как школа уходит а потом вот так вот но это конечно какое-то полное безумие тотальное очень нравится смотреть на то что происходит смотрю и думаю что вообще класс особенно вот такие вот вещи на которые как будто надо потратить кучу усилий чтобы это сделать нужно супер верить свою идею в том что получится офигенно вот я бы я не представляю что я бы таким занималась я очень завидую людям которые могут так просто взять и сделать вот так просто потому что это потом окажется что выглядит супер так ну и еще мне очень нравится то как снимает женя сила то вот и и как рисует тоже у меня вот висит парочка ее картинок таких смешных и когда я смотрю на вот это и на то как она снимает думаю о том что действительно неважно с помощью какого средства и с помощью чего вообще выражаешь то что думаешь и вот это очень про нее и вот это тоже очень про нее и выглядит абсолютно одинаково по смыслу так и вот это была вообще эта последняя ссылка припрятана у меня на рабочем столе класс блин спасибо большое я лично для себя много но увидел ребят напишите не знаю плюсик блин просто не надоели плюсики просто напишите в чатике или комментариях если вы смотрите записи что вообще с вами срезонировало откликнулась и чтобы казалось интересным и ну если понравилось то как обычно вот эта вся маркетинговая часть типа лайки вот это все конечно будем вам рады так но теперь к вопросам и вопросы да поехали во первых спрашивают можно ли получить ссылку на твою арену видимо увидев вкладку наверху вот вообще коллекционируешь ли там собираешь что-то или или мое взаимодействие с ареной обычно выглядит вот так я захожу на арену и смотрю кто и что здесь сохранил вот понятно собственно за кем я слежу так да можно вот видимо и она ну да я да я думаю что да паша как раз вот ответ так и есть еще такие но интересный вопрос на которые я даже не знаю насколько легко будет найти ответ например такой каким было бы идеальное место для проведения времени в городе с друзьями или дизайна но что-то из того что не существует я я бы сам не знаю даже как как бы я отвечал поэтому здесь я если у тебя нет мыслей то на этот счет пока что то мы можем это пока отложить пойти к следующему вопросу очень сложный вопрос я пытаюсь представить себе это какой-то райский сад в моей голове появляется сразу окей так чего не хватает тулан которые ты используешь вот твоим инструментом чего не хватает как как тебе кажется так не хочется на самом деле чтобы все работало быстрее потому что очень многие вещи как будто все еще тормозят и там что-то зависает не загружается и приходится ждать какой-нибудь иллюстратор подводит и выбрасывает меня и перезагружается процесса до знакомая штука так какой проект очень хотелось бы сделать вот хотелось бы написать альбом и нарисовать для него обложку блин ну будем надеяться что 2021 году ждите релиза так так как тебе альда новая это это какой-то возможный инсайдерский вопрос я не знаю я я просто не знаю кто это и что это но знаешь ли ты да вот хочется погуглить если честно альда новая про адмэджином я не знаю как это произносится а блин окей не знаю что ты вообще вспоминаешь такое я уеду для меня это пока просто к сожалению или к счастью опять узнаю новую информацию это для меня пока просто набор незнакомых слов пока я узнала название издательства может эта книжка которую я еще не купила себе в коллекцию а окей ну тогда ладно тогда тогда как прочтешь я доберусь до нее рано или поздно да я собираюсь все их более насущным вопросом где вкусно покушать где именно в каком уголке этого мира москве очевидно или ну наверное да давай попробуем есть ли у тебя вообще какие действительно может любимые интересные клевые места которыми которые не ну которыми как бы можно поделиться короче говоря которые не сильно себя мне нравится вафли в прогрессе на маяковской например так еще мне нравится все места на покровке наверное потому что там рядом офис и когда все люди нормальные ходили в офис когда-то очень давно я там всегда обедал вот так сейчас не знаю опять попробуем вместе сейчас разобраться какие невидимые влияния на свою работу чаще всего не замечают дизайнеры ну типа наверное перефразировав проще можно спросить типа что влияет на работу дизайнеров но дизайнеры при этом не замечают это влияние как ты думаешь так но не уверена что то можно не заметить но какие то наверное есть очевидные вещи типа когда заходишь на пинтерест и так вот делаешь пару раз то рано или поздно придется картинка которая потом точно где-то всплывет в твоей работе если она понравилась то все это точно отложится и проявится где-нибудь неожиданно еще кажется очень влияют люди которые находятся рядом там дизайнеры или те с кем вместе работаешь потому что это же постоянный какой-то обмен и вот это может быть незаметно но в какой-то момент ты осознаешь да вот уже по тем же рельсам едешь и есть влияние ощутимое так окей вопрос еще вернется ли декорация в дизайн в новом виде но декорация взята в кавычки то есть я так понимаю что это именно такое вот украшательство украшательство как думаешь да возможно вполне иногда мне нравится делать что-нибудь декоративное просто из красоты этого прикола но я тоже не знаю насколько декорация имеется в виду у нас же бывает разный пример я бы сказал что здесь декорация в какой-то степени но слишком эти особенно крестики это уже точно декорация и вот это тоже декорация это можно было сделать проще и не таким замороченным окей ну короче в целом декорации то особо никуда не уходило просто видимо рамки если это спектакль определенного жанра то там нужны декорации и исторические костюмы так слушай насколько ты вообще с вариативными шрифтами работаешь работала как-то используешь вообще где маги там димаги в ради маги же нет возможности использовать вариативных шрифтами или есть это как будто спонсорский вопрос в виде маги не появились вариативные шрифты вот эта картинка кстати относятся к этому обновлению вот это опять случайность даже мне сложно в это поверить ну в общем вот да вариативные шрифты так ну да на самом деле там вопрос более такой типу как нормально использовать вариативные шрифты я не знаю может быть ну у тебя есть какие-то не знаю примеры может быть ты сама уже делала собственно как промок к этой штуке ну к этому лончу какие-то эксперименты которые может еще не все видели не помнишь ничего такого вот но наверно это был первый раз когда я все столкнулась с вариативными шрифтами когда делала промо про это обновление но до этого как-то я не особо им пользовалась не думаю принцип такой же как и везде это шрифт с которым я успела когда я покрутить он менял угол наклона просто от такого до вот такого можно по-разному это использовать там наклонять его и делать из этого целую айдентику где буквы на разное количество градусов повернуты универсальное правило такое чтобы был побольше контраст между шрифтами в их сочетании одни ровные вторые супер наклоненные не может такого быть что они там на три градуса а другие на 4 а третье на шесть чтобы разница была минимально раздражающие обычно плохо работает хотя кажется иногда может быть осмысленным приемом такой но тебя как бы впечатление короче от вот эту первого взаимодействия осталось скорее там положительные отрицательные типа интересно или в принципе но типа ничего такого я пока не поняла что с этим можно сделать наверно потому что никогда не пыталась помощью шрифтов таких решить задачку но очень хочется их применить знаешь теперь что есть такой инструмент понял понял так слушай еще вопрос и он 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 завершающие что если у кого-то есть еще то успейте успеть его написать по поводу 3d то есть да у тебя больше ну как бы в сторону именно такой классической дати по графике а насколько тебе вообще интересно с 3d поработать или ты там хочешь поработать но типа просто время жалко тратить на изучение или или ты пробуешь или те вообще не интересно и так но я учила 3d вышки я был целый курс по 3d максу начиная с 3d максом можно быстро мне кажется разочароваться в этом предприятии ну и я разочаровалась не поняла зачем нужно применять столько усилий чтобы сделать 3d картинку но год назад я пошла к саше кац на курс bank bank education и сделала такое но не поняла зачем столько усилий чтобы сделать картинку поэтому я не пользовалась больше этим приколом и уже ничего не помню скорее всего а вот эта картинка была про то что ради мэк можно играть одному и команды созданы для ночных дизайнеров также можно всей компании работать блин вот этому и мяч типа можно его в стенку бросать а можно команды играть блин слушай интересное интересное интересный взгляд на на 3d который сейчас повсеместно все вроде пытаются изучить демократизировать там с точки зрения момента и так далее при этом действительно интересная мысль что ну типа зачем столько времени тратить на картинку если можно сделать проще интересный взгляд у меня есть друг который каждый раз когда мы с ним встречаемся это андрей я думаю и он уже перестал пытаться меня переубедить перейти на эту сторону сторону зла но раньше он все время показал мне свои веселые штуки я думаю блин ну круто конечно я вообще не представляю как можно это придумать чтобы я вот села и такую букву зафигачивать что должно со мной произойти не представляю просто какой-то немое видимо инструмент это как кто-то пишет маслом а кто-то акварельки рисуют и все счастливы справедливо блин да андрюху надо кажется тоже как-то поспрашивать ну ладно так ребят если есть какие-то вопросы то еще можно наверно задать буквально там не знаете по 10 секунд слушай я прям но это моя конечно чисто субъективное мнение не знаю как ребят кто смотрел кто еще посмотрит но блин кажется что тебя вот прям действительно ну там от моего информационного поля например сильно отличается и я дико прям кайфанул и потом видимо потрачу еще следующую неделю на то чтобы внимательно пересматривать ссылки и блин это прям гипер классно вот прям то что то чего хотелось когда я начинал вот всю историю чтобы ты такой вау блин вроде вроде все оказалось уже видел а нет вообще не близко даже так но ладно вроде вроде в чате вопросов нет поэтому ребят можно уже просто постфактум написать то не какие-то приятные там слова благодарности или подчеркнуть что понравилось или что-то еще поспрашивать потом в каком-то может быть асинхронном формате чтобы получить ответ вот опять же если вам понравилось что здесь происходит то можно поставить лайк под видео и ну вот эти короче если понравилось можете подписываться если не понравилось можете не подписываться если кому-то какие-то интересные обновления ну типа следующие выпуски да и вот собственно все эти ссылки которые у нас сегодня были я соберу потом список и опубликую его формате поста канале вот поэтому если опять же какие-то нужны вам обновления по поводу формата то справа внизу вот этот дизайн же со сложно произносимым названием канал который можно подписаться и конечно же вот на танин мне кажется instagram и ну на instagram подписаться прям кажется просто полезным в плане даже обучение и потом как мы уже сегодня поняли да про пройтись по всем подпискам танин чтобы расширить еще вглубь туда все посмотреть как он все работает вот кажется что это будет очень полезно спасибо большое что ребят смотрели полтора часа практически нас в эфире были с нами и ставили тут лайки задавали вопросы некоторые вообще отличились за что им большое спасибо задав кучу вопросов прям очень приятно и спасибо вот таня тем огромное спасибо что нашла время чтобы поделиться этим всем собрать это все вообще потому что вот опять же не знает ты просто говорила несколько раз что но там не хотел бы делиться каким-то очевидными вещами но я подозреваю что все-таки большая часть из того что это показала не является очевидными для большинства короче говоря вот спасибо большое ребят еще раз спасибо что смотрели таня если у тебя есть какой-то может быть там пожелание или еще что-то то можно озвучить спасибо что позвал меня супер интересно наконец-то я собрала все ссылки на которые смотрю и призналась то что я на что-то все-таки смотрю и вот вы были первые кто это увидел слушай но спасибо большое еще раз ребят вам спасибо что смотрели для тех кто смотрит это в записи опять же в комментариях можете писать что что вам кажется правильным для того чтобы улучшить всю эту историю но лайком всегда рады это тоже понятно вот ладно спасибо вам большое ребят что были с нами все это время если было интересно то подписывайтесь мы